Слушайте, я просто удивляюсь, я не могу просто успокоиться, как можно практически здорового человека согнать чуть ли не в могилу, как? Я просто сейчас, это реакция, одни мне вообще спросили, а вы точно были в поликлинике, были у врача? Они на меня посмотрели как ненормально, говорят, а вы, это в поликлинике происходило, это государственное медицинское учреждение, это в медицинском учреждении происходило, Это врач был? Она в халате белом была? В общем, сказали, что случай очень тяжелый, но не смертельный, надо, в общем, ну, а другая врач сказала, что дальше будут хуже анализы показывать, но будем надеяться. В общем, тут хорошие специалисты, это гематология областная, сейчас не пускают здесь вообще, они сказали, да прямо сегодня, я говорю, может завтра я поеду домой? Он говорит, нет, прямо сегодня езжайте домой, вообще, видя мое состояние, вот этот врач сказал, заведующий подошел к азату, говорит, это ваша жена? Говорит, ее везите домой, ее везите домой. И кушать ей ничего не надо пока, вообще, это голод должен быть, она и так бедная. Ну, короче, что-то я еще хотела сказать, слушайте, я сегодня была просто наглой тварью, я такое вытворяла. Нас послали в аптеку, то есть нас послали в поликлинику, а в поликлинике везде очереди около кабинетов. Я вот так нагло вставала около кабинета, ну там нормальные люди, понимаете, у меня уже нет не такие лейкоциты, как у меня. Я вставала к кабинету, я говорю, захожу я. Говорит, что очередь? Я говорю, я захожу, она больна, мы тоже больны. Я говорю, все, меня это не интересует. Я вот так, я вот так стояла. И очень сильно повезло, а чтобы устроить, чтобы вообще не устроить, а вот получить уже конечное разрешение, выписку на, ну, на прописку, вернее, больницу, там было столько людей, столько очереди было. И хорошо, что я по дороге, когда спрашивала, встретила девушку, она говорит, она говорит, что вот я туда иду, я сейчас вам покажу. Я говорю, девушка, а вы можете мне без очереди, вот если вас можно. Я говорю, тоже, ну, как-то врачи погубили, вот как-то мне без персонала, может быть, как-то спасете. Ну, я понимаю, что все больные люди, я все это понимаю, но мне было все равно, понимаете, я должна была обязательно на нее положить, потому что ей хуже и хуже. Смотрю, у тебя стоят, а она вот так, кажется, согнулась. И она пошла, вот так спрятала вот эту карточку, пошла и выписала меня, через минут семь пришла уже. То есть, получается, я сэкономила буквально полтора часа, и вот, может быть, сейчас начнут. И врач тут такая хорошая, но то, что они, знаете, что пугало, мне пугало, когда они читали то, что написала эта врач наша, которая 83 года. И она, вот такие глаза были, и я вот при этих глаз, я прямо не дышала, я просто не дышала. Они сказали, что будут они, ну, будут. Я так поняла, что нужно вот на всю боли божьей, и все. Она такая нервная, у нее все болит, она говорит, все, что у язвы, все, что у нее вот тут, все это и внутри. И, не знаю, я думаю, что будет все хорошо. По-другому не может быть, просто. Спасибо. Спасибо.